В Аксайе менее чем за сутки раскрыли разбойное нападение на ресторанный комплекс. Целью преступников было похищение двух сейфов с наличностью. Они были задержаны в частном секторе. Похищенное возвращено владельцам. Об этом и других преступлениях было рассказано на брифинге в департаменте полиции Запноказахстанской области. Разбой был спланирован и произошел 4 февраля в 3 часа ночи. Угрожая топором охраннику, они проникли в здание, где заломали дверь в кабинет бухгалтера и вынесли оттуда два сейфа. Оперативниками была установлена машина, на которой было совершено ограбление, после чего в частном секторе грабители были задержаны. Сейфы были вскрыты с помощью монтировок. Изобличены были 4 жителя Бурлинского района, у которых при проведении обысковых мероприятий по месту жительства были обнаружены и взяты похищенные денежные средства. Значит, 4 миллиона 3 тенге и два металлических сейфа с документами, принадлежащие данной организации, данному ИП. В настоящее время задержаны лица во двориной ВВС отдела полиции Бурлинского района и проводятся следственные оперативные мероприятия. Задержанные 83-89 годов рождения, некоторые из них ранее судимы. На поиск и задержание преступников полиции потребовалось меньше одних суток. За январь месяц совершено 22 факта грабежа. Два из них пока остаются нераскрытыми. Основная их часть происходит в ночное время суток на улицах города. В вечернее время бандиты ворвались и в дом к семье Запрометово в селе Янайкино, в результате чего погибли три человека. Поиски преступников продолжаются. Проводятся оперативные мероприятия. У нас есть информация. Мы отрабатываем полностью со стороны МВД тоже. Все основные состав задействованы на раскрытие этого преступления. Там возбуждено еще похищение оружия. Почему? Потому что на их зарегистрированное оружие при осмотре, по результатам осмотра проводимых мероприятий, нами не было обнаружено. На брифинге также было рассказано о факте закрытия интернет-магазина по продаже наркотических и психотропных веществ. Житель Уральска был задержан в конце января месяца. При обыске у него были обнаружены запрещенные вещества. Речь идет о хранении и распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Установлено, что указанный гражданин ориентировочно с лета 2019 года занимался распространением наркотических и психотропных веществ на территории города Уральска, Западной Казахстанской области и города Ак-Тубе. Теперь, значит, в настоящее время нами проводятся все необходимые мероприятия для сбора доказательств вины подозреваемого, а также установления всех возможных причастных лиц данного преступления. На брифинге было также рассказано о том, что с начала года угнано 13 автомобилей, 4 из них с российскими номерами. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что в половине случаев угонщики предпочитают именно авто с российской регистрацией. Статистика это подтверждает. В 2018 году из 119 угнанных 25 было с российскими номерами, в прошлом году из 137 – 68 машин. Екатерина Шмидт, Тарас Кожимов, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.